Имиджмейкер из Москвы предлагает переодеть Ленина в люксовые вещи. В мэрию столицы поступил запрос от московского стилиста Юлии Горни. Имиджмейкер предлагает переодеть Ленина, и стильные вещи для него она готова оплатить сама. О неоднозначной инициативе следующий сюжет. Вы представляете Ленина, вождя мирового пролетариата, в пиджаке от Армании или Бриони. Например, вот в таком, за 300 тысяч рублей, серый двубортный из натуральной шерсти. Столичный стилист-имиджмейкер Юлия Горни представляет. Она хочет переодеть Ленина к 150-летию со дня его рождения. Нам нужно одеть клиента специфических параметров 165 роз. Одежду вождю подобрала в ЦУМе, готова оплатить вещи сама. По скромным расчетам имиджмейкера, весь образ обойдется в 500-700 тысяч рублей. Осталось с поддержкой властей заручиться. Вот и официальный запрос на имя мэра Москвы уже отправлен. Я просто привлекаю внимание на костюм. Человек, который лежит на Красной площади, является, можно сказать, лицом нашего государства. Я думаю, что поток туристов при смене костюма увеличится. К разговору в кофейне неожиданно присоединяется коммунист Роман Осин. Дебаты. Справа эпатажный стилист, слева философ-марксист. В случае речь идет явно о пиаре, речь идет явно о попытке превратить Ленина в некий, ну, как сказать, бренд. Я занимаюсь имиджем. Эта акция ни в коем случае не хочет оскорбить, осквернить. Готова потратить личные деньги, личный бюджет и стать личным стилистом Ленина. Я думаю, кстати, если бы он был жив, он был бы очень рад. Я думаю, Ленину понравилось, чтобы мы сегодня повторили опыт 1917 года. Я думаю, что вот действительно лучший способ помнить Ленина сегодня, это сегодня бороться за его дело. Российский дизайнер Тамара Умаханова, как рефери, выносит модный приговор. Это первая цинизма и такой прикол, говоря на современном языке. Говорят, два года назад у стилиста Юлии Горни было не так много подписчиков, которых сейчас более полумиллиона. Коллеги Юлии считают, что она явно разбирается в пиаре. И новость о том, что она хочет стать личным дизайнером Ленина, это еще одна пиар-акция. Теперь интервью у нее берут все каналы.